Мы сейчас большую работу проводим с управляющими компаниями, в том числе и рейтингирование, которое было по поручению Вячеслава Владимировича организовано. То есть мы раз в квартал теперь будем обновлять рейтинг. Если раньше делался по итогам года рейтинг управляющих компаний, то теперь мы будем делать раз в три месяца. Более динамичное воздействие на, допустим, какие-то застарелые проблемы. Давайте так. Управляющая компания. У меня очень много сейчас вопросов возникает. Люди приходят и на приемы, в инстаграм пишут, и где-то пишут посты под постами Вячеслава Владимировича Гладкова. И очень много жалоб управляющих компаний. Они действительно существуют, потому что качество обслуживания иногда оставляет желать лучшего. Поэтому работа сейчас проводится огромная. Для чего рейтинг? Почему вообще рейтинг? Для того, чтобы люди понимали, какая управляющая компания вообще в принципе в состоянии жилой фонд нормально обслуживать. Чтобы человек понимал, что не только та компания, которая взяла его дом на содержание, А есть еще ряд других компаний, которые в состоянии навести порядок. Это будет стимулом и для управляющих компаний. Все-таки поддерживать. Чтобы люди не стремились от них избавиться. Чтобы от них не стремились избавиться. Но все-таки людям, которые стремятся избавиться от своей управляющей компании, было на что ориентироваться. Совершенно верно. То есть для выбора той управляющей компании, которая делает это качественно и хорошо. Управляющая компания это бизнес. Это у нас просто люди еще привыкли, что это вроде как было в СССР. Реу, Жеу. Их навязали, и никуда от них не денешься. Это бизнес. То есть они приходят в этот бизнес работать, зарабатывать деньги. Поэтому должны услуги все-таки оказывать надлежащего качества.